Всем доброе утро! С вами Олег Рожков. И сегодня у нас будет настольный теннис. Говорят, что своим происхождением этот вид спорта обязан дождливой английской погоде. Из-за осадков матчи большого тенниса приходилось переносить в помещение. Так, какое-то время все это продолжалось, люди адаптировались, начали сдвигать столы для удобства, и в итоге получился совсем новый вид спорта, который и дошел до наших дней. Сегодня мы отправимся в одну из городских спортивных школ. Посмотрим, как там проходят тренировки теннисистов, узнаем, чем настольный теннис отличается от пинг-понга, и попробуем освоить подачу с подкручиванием. Так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! Поехали! Так, знакомьтесь, рядом со мной Вера Анатольевна. Она тренер по теннису и кандидат в мастера спорта по этому виду спорта. Да, как бы это, какой бы тавтологии здесь не было, но так оно и есть. Доброе утро! Меня зовут Вера Анатольевна Щегрова. Я работаю тренером-преподавателем в спортивной школе номер два. Являюсь кандидатом мастера спорта. Активно принимаю участие в областных, городских, всероссийских соревнованиях. И сейчас я вам расскажу немного о настольном теннисе. Вера Анатольевна, расскажите мне, пожалуйста, во-первых, чем отличается пинг-понг от тенниса? Ну, раньше эти слова были синонимы. Я так и думал тоже. До определенного момента. Но настольный теннис – это олимпийский вид спорта. Да. Ими играют ракетками со специальными наклеенными накладками. Так. А пинг-понг – это игра для развлечения. То есть… Играется такими ракетками, жесткими ракетками. А-а-а. И наклеены наждачной поверхностью. Просто я как думал, что пинг-понг – это произошло именно вот от звука. Когда шарики отлетают, пинг-понг, пинг-понг. Вот из-за этого получилось такое название. Я думаю, что это все одно и то же. В принципе, многие так и считают. Но различия произошли, когда настольный теннис стал олимпийским видом спорта. А пинг-понг для развлечений, потому что многие не понимают игру настольного тенниса, так как здесь придается вращение мячу. Именно вот в настольном теннисе. В настольном теннисе. А в пинг-понге простые ракетки с наждачной поверхностью идет плоский мяч. Ира Анатольевна, как вы вообще попали в этот вид спорта? Зачем он вас так привлек? Однажды, приехав в лагерь, отправив родителей меня, я увидела теннисный стол. Он меня так заинтриговал, что для меня спорт стал неотъемлемой частью моей жизни. Вам эстетика какая-то понравилась? Как все это выглядит, как бьют, двигаются? Да, скажем, здесь можно показать себя. Можно показать свою игру, свой характер. Интеллект. Интеллект. Побеждать, вы знаете, это какое чувство. Две не спортсмены. Достоинство, да. И когда даже проигрываешь, но ты уходишь отсюда с таким удовлетворением, ощущением, что ты это смог сделать. Ты вышел. Я даже детям говорю самое главное, это вы подойти к столу, это большая ответственность, большая нагрузка, да. Выйти один на один и показать себя, свою игру. И родители многие у нас приходят здесь, ругаются, вот там на ребенка, допустим, почему проиграл. Объясняю, давайте с вами попробуем, возьмите ракетку, выйдите к столу. О, вы так воспитываете родителей даже, ничего себе, суровый спорт. Возьмите ракетку и давайте попробуем. Проиграть это тоже характер, иметь характер. Но после проигрыша человек каждый должен подумать, осознать, почему проиграл. И вот здесь как раз и воспитывается характер человека, что перед препятствиями нужно найти в себе силу, волю, прийти снова, взять ракетку и играть. Так же и в жизни. Вот вы лично сами сколько уже занимаетесь? Вы как кандидат в мастера спорта сколько лет? У стола, скажем так. 40 с лишним лет. Вы педагог опытный. Это за такое время у вас уже через нас много учеников прошли. Наверняка были, которые сперва вообще ничего не умели. Вот я в данном случае такой, который в школе только когда-то играл. Поэтому, может быть, вы меня сейчас тоже немного обучите, как правильно ракетку держать, как мяч подкручивать, чтобы я сам для себя ощутил, так сказать, прелести настольного тенниса, не пинг-понга. Главное желание. Да, у меня оно есть. Да, сегодня оно у меня есть. Для этого нам нужны стол, ракетка и шарик. Ракетку мы держим указательным и большим пальцем, кладем его в ладошку и три пальчика кладем на ручку ракетки. Так, так и так. Молодцы. Вот так. Да, здорово. О, видите? Не безнадежен, значит, еще. Смотрите, как раз вот про эту мы поверхность и говорили, да, до этого, что она вот так выглядит в настольном теннисе. Да, резина. Резиновая поверхность. Так. Попробуем понабивать. Давайте. Как вы сможете. Отлично. Перевернуть ракеточку. Хорошо. Справа, слева. Замечательно. Как в школу вернулся. Теперь перейдем к столу. Так. Что сейчас будем с вами делать? Что нужно? Для того, чтобы мяч перескочил на ту сторону, вы мне его переносите, толкаете. Но, как я помню, исправил, что сначала я бью, мяч должен удариться сначала здесь и потом уже перелететь туда. Конечно, да. Вот, например, попробуйте. Нет. Нет? Это. А, вот так. Попробуйте. Это вы подачу подаете. Пальчик у нас уже переместился. Если подача, да, от стол. Так. Пожалуйста. А у меня что сейчас должно быть? Просто удар? Нет. Удар попробуйте перенести. А, вот так. Все. О, фантастика. Оказывается, вот, я же говорю, не так все просто. Казалось бы, что там мячик-то перекинули. Пробуем. Ну вот, фиаско, терплю. Ничего страшного. Увлекательно. Мне кажется, я отсюда сегодня вообще не уйду. Очень здорово. Вернатолий, мы снимали большой теннис. И там, когда ты, ну, начинаешь игру, у тебя должна быть определенная стойка, определенная рука двигаться. Здесь так же? То же самое. Здесь отрабатывается и техника, игры. И обязательно нужно находиться в стойке теннисиста. Это чуть согнуться? Чуть-чуть, да. Корпус вперед. Пяточки оторвать от носочка. На носочки встали. И в таком положении теннисист находится всю игру. Спина, наверное, болит потом после этого. Ничего, это привычка. Ну, давайте тогда в этой стоечке еще, да. Правой ногой шаг к мячу. Правой, не левой. А у меня есть ли левая ведущая? Правая. Правая все равно надо, да? Ну, вот пишите какой. Правой. Взяли ракетку правую. Вот понял, понял. Строгий учитель вы, Вера Анатолий. Не помню, когда последний раз ракетку держал в руках. Ну, Рэн. Приходите к нам в гости. Просто так поиграть? Конечно. Ой, здорово. Спасибо. А вот какие есть приемы, чтобы, знаете, прям хорошо так подать, и человек, который твой оппонент, он не принял подачу? Много подач мы изучаем. Я могу вам пригласить наших учеников, и они вам подадут подачу. И я попробую принять ее. Да, и вы попробуете принять, хорошо? Да, конечно. Ну, так, основы я уже какие-то сейчас так вспомнил, освежил в своей памяти. Это как держать ракетку, как правильно перебрасывать мяч через сетку. Сейчас настоящий вызов. Стрепин. С профессиональным спортсменом, пусть и с юным, попробую как раз-таки сыграть и принять или не принять его невероятную подачу. Привет. Здрасьте. Так, ты, значит, сегодня будешь мне подавать супер подачу? Да. Всем привет, меня зовут Женя Скрипин. Я теннисист. Занимаюсь теннисом 6 лет. Становился золотым призером в областных соревнованиях и призером во всероссийских соревнованиях. Сейчас я вас научу подачу с боковым вращением. Расскажи, что это за подача будет? Смотри, мне объяснили, что ракетку, ну и так, я вспомню, надо вот так вот держать. Но при такой подаче, наверное, которую ты собираешь сделать, надо ракетку держать чуть-чуть по-другому. Нет, так же надо держать. Так же надо держать? Ага. Ну ладно, давай проверим, что это за подача будет. Я, конечно, с трудом понимаю, но сложно ее принимать, скорее всего, будет. Так, пробуем. Ну, собственно, что и требовалось доказать. Мячик просто отлетел в другую. Давай еще раз. Сколько ты таким вот, такой подачи забил? Много очков. Много? Да. Ну, тебе удавалось с такой подачи побеждать? Да. Ну, о чем тут еще говорить? Ну, давай еще раз попробуем. Давайте. Подача с боковым вращением сейчас мы будем рассматривать. Посмотрите, берете мячик в ладошку вот так вот, подбрасываете и ракеткой вот такое вот движение делаете. Вот так? Нет, справа, видите? Вот так. Нет, с другой стороны. Перехватите ракетку. Вот так? Да, 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 да. Вот. Нет, вот видите? Я не понимаю. Расположение. Здесь вот большой палец. А здесь вот остальные. Так. Вот. И движение должно быть вот такое. Вот такое? Так. Что-то я не могу никак понять. Дуговое вращение вот это. Ну вот, нет? Ну да, например, так. Так, я подбрасываю мячик и вот так вот делаю, да? Нет. Надо повыше подбросить. Еще выше надо подбрасывать? Так, ладно. Попытка номер два. И вот так, типа, по дуге получается у нас. Уже хорошо. Ну, чуть-чуть там что-то он подкрутился на какой-то миллиметр. Ну, давай еще попробуем. Ну, три года у молодого человека ушло, чтобы освоить этот прием. Я не думаю, что у меня сейчас это все за две минуты получится. Но, тем не менее. Подбрасываем высоко. Это похоже, как будто коса косит. А, нет, не так высоко, как мог бы. И промахнулся вообще. Да что ж такое? Это так часто бывает, что ты промахиваешься просто? Так, ну, я думаю, что на этом мы наше обучение закончим, потому что я просто промахиваюся. Нет, я думаю, что я безнадежен сегодня в теннисе. Вера Анатольевна, вы сказали, что у вас есть какой-то особый метод, особая тренировка, когда вы своими спортсменами занимаетесь, когда много мячей летит. Вот это вот все. Как это называется правильно? В тренирующем процессе я использую большое количество мячей. Беру одного или двух спортсменов, трех, и работаю с этими детьми, так скажем, индивидуально. А в чем вот заключается смысл такой тренировки, когда просто много мячей на тебя летит? Зачем это все? Отрабатывается техника, передвижение, ног, тактика. И это все до автоматизма. Стоечка, стоечка, ноги. Какую-то фантастическую скорость здесь ребята развивают. Мы попробовали поставить его там в углу, понаблюдать за этим. Всем у нас просто с оператором застреляли вот этими мячами, поэтому нам пришлось еще и сюда переместиться. Очень круто выглядит. Ну, что я могу вам сказать в завершение? Настольный теннис – очень увлекательный вид спорта. И несмотря вот на свою иллюзорную простоту, ну, по крайней мере, мне так всегда казалось, что это очень простой вид спорта со стороны, ну, при погружении в него оказывается очень много нюансов. И вот все опять же сводится к тому, что перед тем, как выйти к столу, нужно учиться и правильно ракетку держать, вот, и правильно подавать, и ноги свои правильно двигать. И все вот это в комбинации тебе и позволит отлично провести игру, ну, в зависимости от твоих тренировок. И видно, что действительно сюда дети приходят, у них горят глаза. Они хотят тут выплеснуть свою юношескую энергию и почувствовать вкус победы. Потому что, вот как они говорят, что интеллект здесь развивается еще, и физически они себя чувствуют лучше. Ну, и я вам могу пожелать только занимайтесь спортом и будьте здоровы. С вами был Олег Рожков. Всего доброго.